Новости столицы в эфире. С вами Лориана Шамхалаева. Здравствуйте! Все основные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Все для людей. Комплексное благоустройство продолжается в Махачкале. Сразу несколько общественных пространств появятся в поселке Редукторный. Дети Донбасса. Участница проекта «Здравствуй, Россия!» из Донецка. Провела неделю в махачкалинской семье. Подробности в выпуске. Спортивная столица. День физкультурника и футбольный турнир приурочили к 165-летию Махачкалы. В рамках комплексного благоустройства городских территорий в Махачкале продолжается строительство сквера в одном из районов редукторного поселка. Здесь уже завершены работы по капитальному ремонту улицы Уродинского. Сейчас готовится основание для укладки асфальтобетонного покрытия на дороги, прилегающей к будущему скверу. В текущем году здесь появится два общественных пространства. Асфальтированные подъездные пути, а также приведенное в нормативное состояние улица. Общая площадь благоустраиваемой территории 4450 квадратных метров. На данном этапе проводятся работы по укладке тротуарной плитки. Также установлен бордюрный камень. Проводится подготовительная работа под укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Также проведена планировка территории под устройство сквера. В дальнейшем после окончания работы будут установлены малоархитектурные формы. Это скамейки, уличное освещение, урны. Также будет установлена детская площадка. Работу планируем доверчить до конца сентября текущего года. Строительство сквера на берегу озера Агель также близится к завершению. Территорию благоустраивают в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Работы выполнены на 80% и завершатся уже к сентябрю. Планируется установка объектов уличного освещения и детская игровая площадка с травмобезопасным резиновым покрытием. Площадь благоустраиваемой территории сейчас 1400 квадратных метров. Практически завершена укладка тротуарной плитки, завезен почвогрунт. После окончания работы по укладке плитки будет установлена малоархитектурная форма, уличное освещение, детская площадка с травмобезопасным покрытием. Данная территория была выбрана горожанами в ходе рейтингового голосования и была включена программа на текущий год. Участница проекта «Здравствуй, Россия!» из Донецка провела неделю в махачкалинской семье. 15-летняя Анастасия Берестюк, воспитанница вокально-хореографического ансамбля «Сувенир», гостила в семье Мусаевых. Попечителем девочки стала Ума Салимат Мусаева. Женщина работает начальником отдела опеки в администрации Кировского района. Трижды мама и дважды бабушка научила Настю готовить аварский хинкал. Посетила вместе с девочкой Сулакский каньон и туристический городок Главрыба в Казбековском районе. Девушка, прощаясь с Дагестаном, отметила, что природа края ее удивила красотой, а люди – теплом и гостеприимством. Спасибо вам огромное. Вы меня проводили по самым таким значимым местам, отправлялись в самые такие удивительные места. Удивительно красиво здесь. Это культура, это быт, это просто невероятные места. Больше всего, скорее, что меня удивило, потому что это была моя, знаете, из таких маленьких мечт – это побывать в центральной мечети. Первое, что сделала Анастасия в день приезда, попросилась в мечеть. И сразу пошла мечеть. Это безумные виды, и это просто невероятные ощущения, непередаваемые. Ума Мусаева, в свою очередь, подчеркнула, что участие в проекте – это способ заявить. Наши люди всегда готовы поддержать гостей в трудной жизненной ситуации. То, что сейчас происходит в стране и за ее пределами, не может не изодеть никого. То есть мы все вовлечены в эту историю, и мы все хотим, чтобы все это разрешилось благополучно. Приезд гостей из Донбасса, именно детей подросткового периода, мне кажется очень таким нужным и своевременным, потому что мнение свое они будут складывать не из репортажей, не из сведений, которые они видят на телевидении, либо где-то в соцсетях, а вживую пообщаться с людьми. Всегда интересно увидеть настоящих живых людей, ни политиков, ни каких-то шоуменов. И в данном случае как раз есть возможность рассказать о своем быте, о своей жизни, о своих интересах, о том, чем мы живем, как мы живем, какие у нас взгляды на жизнь. Метание гири, армрестлинг, футбол и волейбол. День физкультурника в Махачкале отметили спортивными состязаниями. Фестиваль «Здоровая нация» прошел на городском пляже. Его участники соревновались в 11 дисциплинах. Проверить свои силы могли все желающие – дети, молодежь и ветераны спорта. В этом году мероприятие приурочили к 165-летию Махачкалы. Самых быстрых, ловких и выносливых отметили наградами представители Народного собрания, Минспорта и городской администрации. «Безусловно, тот показатель, который мы увидим сегодня, это наличие людей на этом пляже, говорит о том, что для Дагестана, для города Махачкалы спорт уже давно стал нормой жизни. И безусловно, мы расширяем инфраструктуру совсем скоро в Махачкале. При поддержке правительства Республики Дагестан появятся новые инфраструктурные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа». «Мы сегодня находимся на городском пляже города Махачкала, который, вне зависимости от погодных условий, от времена года, он всегда полон, полон и теми истинными любителями спорта, ветеранами, теми людьми, которые пропагандируют здоровый образ жизни, популяризацию развития спорта и физической культуры нашей Республики. И, конечно, сегодня этот праздник, их праздник, праздник тех людей, которые сделали, делают и будут дальше делать в области спорта достижения, будут пропагандировать его, будут учить, воспитывать подрастающие поколения здорового образа жизни». Турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» стартовал в Махачкале. Мероприятие также приурочено к 165-летию столицы. С 20 августа игры пройдут на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы «Олимп», а также городской школы номер 59. Турнир проводится среди детей и подростков в разных возрастных группах. Команды должны иметь единую форму с эмблемой и табличку с названием для церемонии открытия. Друзья, впереди вас ждут новые испытания, новые победы, новые знакомства, радость, счастье и, конечно же, прекрасная спортивная игра. Ждем вас! В Махачкале прошла презентация документального кино о дикой природе Дагестана в рамках международной интерактивной фотовыставки «Пеликантность». Подробнее об этом расскажет Малика Курбанова. Еще один удивительный фильм про заповедный Дагестан на сервис о пеликанах можно увидеть на канале YouTube. Съемки фильма организованы заповедником Дагестанский. Среди тысяч невзрачных тростниковых островков спряталась настоящая жемчужина – колония кудрявого пеликана. Взглянуть на уникальный мир дикой природы, увидеть птиц и животных в естественной среде обитания, наблюдать за ними. Все это документальные фильмы о дикой природе, которые снимают крайне редко. В места обитания пеликанов отправился природный кинооператор России Михаил Родионов. Как отмечает автор, к сожалению, пока еще не удается создать коммерчески успешного документального фильма. Рассчитывать приходится только на помощь государства. Подобные проекты создаются на гранты Русского географического общества и Министерства культуры. В Дагестане наиболее обычен кудрявый пеликан. Розовый здесь числится в списках, но я никогда его не встречал. Внешне птицы очень похожи, особенно если сдалека смотреть. А вот характером они очень сильно отличаются. Пудрявые пеликаны намного более спокойные, флегматичные такие, вдумчивые птицы. А розовые мне показались, наоборот, такими более истеричными, пугливыми и более коллективистскими. Они все вместе реагируют, как одна птица. Если кто-то полетел на рыбалку, значит, летят все. Если кто-то испугался, значит, испугались все. Ну и так далее. Фильм «Заповедный Дагестан» раскрывает зрителям удивительную природу, красоту и загадочную жизнь дагестанских заповедников. Съемочная группа побывала в самых удаленных уголках республики в поисках интересных кадров животного мира. И, как выяснилось, заповедник дагестанский – настоящий рай для птиц. Именно здесь располагаются самые большие в мире гнездовья и место скоплений на миграциях и зимовке кудрявого пеликана – одного из символов дагестанского заповедника. Заповеднику дагестанский исполняется 35 лет. У нас такой небольшой юбилей. Напомню еще раз, что заповедник дагестанский у нас состоит из двух заповедных участков. Это Кизлярский залив и Саракомский бархан. В ведении заповедника находятся три заказника федерального значения – Самурский, Аграханский и Даратинский. А также три года назад был создан национальный парк Самурский. И два кластера национального парка – это Дельта Самура и Шелбуздак – тоже находятся под управлением ФГБУ Государственного заповедника Дагестанский. Документальное кино о пеликанах снимали на озерах Кизлярского и Аграханского заливов. Для максимальной передачи и понимания жизни дикой природы ее надо прочувствовать. В охоте за лучшими кадрами приходится и рисковать. С Михаил Родионов сегодня вспоминает то острое ощущение первой встречи с птицами в их естественной среде обитания. И все еще удивляется, насколько спокойно его приняли пернатые. Колония пеликанов в Кизлярском заливе, снятая для фильма в 2014 году, на следующий год погибла. Пришла Большая Марьяна, смыла все гнезда и разрушила пеликань и рай. Съемки фильма о заповедном Дагестане будут продолжаться. Малика Курбанова, Салман Гитяхмаев, ННТ Махачкала. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин